Привет, дорогие зрители канала! Если вы сегодня здесь, то скорее всего вам понравилась моя серия про баню, за что большое спасибо. А еще большее спасибо всем тем, кто поставил лайк и оставил комментарий под моими предыдущими видео. Ну а для тех, кто здесь впервые представлюсь, меня зовут Сергей, и на этом канале я привожу в порядок и благоустраиваю свой деревенский участок. В частности, сейчас перестраиваю свою старенькую баню. Поэтому, если вы не хотите пропускать то, что здесь происходит, обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, когда вы точно ничего не пропустите. Поверьте, здесь интересно, ребята. Ну а теперь поехали за новыми трудовыми подвигами. Первое, что мне любопытно, ребята, это все-таки получилось ли у меня сделать мой фундамент как следует и устранить свой собственный косяк, про который вы можете увидеть в моем предыдущем видео. Вот сейчас откопаем от керамзита, который упал во время разбора крыши, и что сразу станет понятным. Ребята, даже кирпичи, которые я ставил как подпорку щита, и те присохли к бетону. Вот это совсем другое дело. Уверен, что я принял правильное решение, когда проложил здесь еще вот так вот по периметру арматуры и пролил жидким бетоном. Теперь, ребята, просто монолит. Избавив стены от остатков вагонки, ну а, естественно, фундамент от опалубки, хочу констатировать, что основные свои косяки я исправил. Но все-таки, ребята, бетончик из меня никудышный. Поэтому могу констатировать то, что в ПТУ не зря существовала профессия бетонщика. Ей, по-видимому, действительно нужно учиться. Такие смывочки, как я, допускают промахи. Ну, промахи не смертельные. К слову, хочу сказать, что уровень, ребята, у меня все-таки получился идеальный. И в одном направлении, и в другом направлении. На самом деле, и то, что у меня печка теперь будет стоять на новом постаменте, на новом, так сказать, уровне, вот, меня это радует. Ну вот, вроде самые нудные, неинтересные дела подходят к концу. Моя избушка на курьих ножках приобрела все свои курьи ножки. И промежуточные, как я и планировал сделать. И пристроечку я свою поднял. Осталось закопать ямки из-под домкрата для того, чтобы, опа, не было лишних холмов земли. Разобрать вот этот потолок. Да и, в общем-то, все подготовительные дела, можно сказать, завершенные. Начнутся созидательные, ребята. Я рассчитываю, что я уже сегодня, как минимум, подберу доски для обвязки. И, может быть, даже эту обвязку и сделаю. Ну, что загадывать, посмотрим. Вызов моей стройки, ребята, заключается в том, что я хочу реконструировать свою баню, или, можно сказать, практически построить ее заново, не покупая вообще никаких стройматериалов. Вот, я вам уже в предыдущих видео показывал, сколько у меня осталось стройматериалов, брошенных со строительства моего каркасника, а сколько стройматериалов осталось после того, как я разобрал свой старый дом. Да и, собственно, и баняка мне тоже дала кое-что, то, что можно использовать вторично. Поэтому, ребята, ввязываюсь в эту авантюру, а там посмотрим, что будет. Пара столбиков мне не удалась, когда делал фундамент. Вот один занизил, один завысил. А в целом все отлично. Ровно полтора года назад я заботливо укладывал все эти дощечки, зная, что они мне пригодятся. А это, ребята, это вот все то, что бросили строители после того, как построили мой каркасник и уехали. А на самом деле здесь очень много хороших стройматериалов, которые мне, ох, как сейчас пригодятся. А посуда вперед и вперед, по полям, по болотам идет. Ох, как бы мне сейчас пригодился старик Хаттабыч. А лучше не старик Хаттабыч, а молодой Зафар Хаттабыч и Муса Хаттабыч, которые умеют что-то делать руками или хотя бы обладают крепкой физической силой. Друзья, вот скажите мне между делом, это только я такой неугомонный, и мне все время хочется строить, строить, строить. Я все время что-то делаю, из города приезжаю в эту деревню. То ношу туда, то ношу обратно. Или у вас тоже так. Вот интересно. Напишите, пожалуйста, в комменты. Ну вот, ребята, подготовился, натаскал досок. Уже можно начинать что-то делать. Решил столбик сделать как положено. На баламуте вот здесь раствора. Вчера я разговаривал с дочерью, и она мне показывает конструктор свой, как она делает какие-то поделки радио. Они у нее работают. Она рада такая, прям вся довольная-довольная. И вы знаете, я себя поймал на мысли, что вот это вот для меня тоже такой конструктор для взрослых. Только все в заправдочное. Не знаю, друзья, может я делаю ошибку, но в отсутствие бруса 150 на 150, который обычно используют для обвязки, я решил состыковать две доски 50 на 150. Поэтому у меня получится 150 на 100. Ну, естественно, я поставлю вот так вот вертикально. Не буду третью доску прибивать в целях экономии. Все-таки баня одноэтажная. Не знаю, делаю я ошибку или поступаю правильно. Но хочется сэкономить. Вот так-то, ребята. А я и забыл, что нижний венец у меня дубовый. Думаю, чего он так плохо пилится. Сто лет простоит. Осенние дни короткие, пролетают очень быстро. Поэтому утром ловишь каждую световую минутку. Ребята, ну как можно спать, когда 1 ноября на дворе, и вот такая красота вокруг. Посмотрите, какое солнце. Все утром, друзья, таскал вот эти вот доски тяжелые, сбивал их подвое, выкладывал, размечал. Но сейчас вроде бы архитектура устаканилась. Уже вот эти вот большие сдвоенные балки, самые длинные, лежат так, как должны лежать. Наступило время поперечин. Ну вот и наступает самая любимая часть работы, когда можно в руки взять карандаш, угольник, когда можно в руки взять циркулярку. Воистину конструктор для взрослых. Вот так вот я их пробиваю между собой. И у меня получается брусок 150 на 100. После того, как я их поставлю на место, ну или, скажем так, перед тем, как скреплять между собой, я их все обработаю антисептиком. Может быть, надо было, конечно, сразу каждую дощечку, но что-то я немножечко тормознул и не купил. Очень волнительный момент, первая примерка. Не знаю, как у вас, друзья, а у меня почему-то все время так получается. Меряю там три раза, четыре раза. Блин, а все равно получается какая-то фигня. То ли действительно надо 7 раз мерить, один раз резать. Три раза, видимо, не канает. Я решил использовать вот эту вот дальнюю стенку как базу, в общем-то, которую очень сложно изменить. Это касается и длины, это касается и отношения к забору, и отношения к старой бане. И уже от этой базы кидать диагонали, ну и, собственно, всю геометрию будущей бани выстраивать. Первую диагональ я вымерил, вот карандашиком пометил. По делу она должна была прийти вот в эту точку, ребята, а приходит вот в эту. Это означает, что вот тот угол мне надо кидать дальше, а эту стенку вот сюда ставить ближе. Диагонали будут совершенно иные. Буду переделывать. Я, ребята, так скажу, диагональ, это, ну, наверное, самое главное, что нужно обеспечить, потому что, если у вас будет, как это, параллелограмм вместо прямоугольника, ух, вы замучаетесь с отделкой, да вообще со всем. Так, ну что же, давайте померяем новую раскладку. Хо, ребята, тютелька в тютельку. Инженерное прошлое не пропьешь, глазомер присутствует. Но, видите, какая проблема вырисовалась. Я-то думал, что у меня вот эта линия, а теперь-то она... А теперь-то она вот эта. И тогда там не совпадение. Непорядок. Надо мерить заново. То есть у меня что получается? Если я сейчас вот сюда перенесу столб, то мне тогда там надо обрезать. Но они же одинакового размера. Какая-то фигня получается. Короче, буду думать и мерить. Еще рулетка сломалась. Да, ребята, решил я, что полтора сантиметра не стоит выеденного яйца. Не буду я из-за этого ничего мудрить. То есть, главное, что вот эта комната отдыха, она у меня ровный прямоугольник. Вот там, конечно, с той стороны будет заужено с того края буквально на сантиметр-полтора-два. Когда все построится, этого даже не будет заметно. Два сантиметра на деревянной конструкции эта фигня. Сейчас, наверное, если кто-то из строителей меня смотрит, скажет, вот гад какой. Если строитель строит, докапываются до сантиметра, а когда сам, то два сантиметра готов простить. Да, ребята, такова правда жизни. Когда строишь сам, если ты еще, вдобавок ко всему, не специалист, конечно, ошибаешься. Вот и я ошибаюсь, но слава богу, что эти ошибки не критичны. Они все поправимы. Так что движемся дальше. Уровень отличный. Первая часть обвязки готова. Вот это вот та самая комната отдыха будущая, в которой я сейчас нахожусь. Практически целый день я провозился, для того, чтобы на черной ее связать. Получилось оно у меня, конечно, не идеально, но получилось. Я очень серьезно накосячил с фундаментом. Видимо, в какой-то момент, когда я мерил, у меня либо сбилась диагональ, я не знаю, что произошло. И у меня вот все фундаментные столбики ушли в одну сторону. У меня, конечно, получилось все поставить как положено, ровненько, но они будут торчать, поэтому буду что-то делать. Или заваленку сделал, или лавку, не знаю, посмотрим. Поэтому можно теперь перемещаться на следующий объект делать обвязку веранды. Элемент тоже не менее важный, не менее значимый, потому что на ту часть будет опираться скат. По причине того, что столбы у меня получились, ну, мягко сказать, извините, как бык поссал, поэтому я все-таки придумал способ, как спасти ситуацию. Вот эти вот поперечины, которые я буду класть, они будут опорными, то есть они будут опираться на столбы, а потом уже через прорезь на них будет опираться вот эта верхняя длинная балка. Самый главный ресурс, которого не хватает, это время. Ну, а, сучок, зараза, крепкий попался. Солнышко садится, а это значит, пора отчаливать домой. Моя программа максимума заключалась в том, чтобы сделать обвязку полностью, ну, немножко мне не хватило, ребята, три перемычки кинуть. Ну, в целом, на 85% я свою работу сделал. А как она закончится, увидите в следующем видео. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы его не пропустить. А еще я прошу поддержать меня комментарием, потому что каждый ваш лайк и каждый комментарий помогает этому видео продвинуться, его увидит большее количество зрителей. До встречи в следующем видео, ребята. Переходите по ссылке. Я уже сейчас представляю, какая у меня получается красивая баня. Вот вроде бы сделал всего лишь навсего обвязку, но уже эмоции полные штаны, потому что очертания уже видны.